В этом видео вы узнаете топ-3 худших ролика А4. Погнали! Эй, йоу, ребята! Давно не выходило подобных роликов, поэтому решил порадовать вас и рассказать действительно интересную информацию про нашего Влада А4. Сегодня мы поговорим про худшие ролики на канале А4, поэтому скорее ставь лайк и подписывайся на канал. А цифра твоего лайка покажет, какой подарок получишь именно ты на свой день рождения. Проверяй. Хочу начать с того, что Влад Бумага проделал огромную работу за 9 лет существования своего канала. Можно сказать, он выстроил целую империю контента, задал множество трендов, несмотря на то, что подсмотрел их у западных коллег. Но это мы упустим. А главное, заработал очень много подписчиков и, конечно же, денег. Но это не значит, что у Влада не было провалов. И сейчас я подробнее расскажу вам о них. Сейчас на ютуб канала А4 подписано почти 52 миллиона человек. Это как население сразу пяти Швеции или Чехии. По-настоящему очень много людей. Трудно представить, что когда-то на канале и тысячи подписчиков не было. Это в очередной раз доказывает, что любое старание и целеустремленность приносят положительные результаты. Но сейчас я немного о другом. Мы знаем, что узнаваемым блогером Влад стал из-за видео «Ночь в закрытой батутной арене». Ну, точнее, неузнаваемым. А тогда его контент вышел на совершенно другой уровень медийности. Практически сразу после публикации этого нашумевшего ролика, аудитория бумаги достигла отметки в 1 миллион подписчиков. Видимо, это добавило амбициозному А4 еще больше уверенности и дало толчок к созданию подобных роликов. Так на свет появился «Ночь в закрытом аквапарке», «Ночь в закрытой футбольной арене» и другие. С этого момента практически все ролики Влада стали набирать стабильно высокие просмотры и подтягивать просмотры на тех, которые были менее удачными. Но все же на канале А4 есть и плохие видео. Их можно назвать такими только по одному критерию – количество просмотров. Таким образом, худшим роликом является «Яичный челлендж». За 7 лет это видео набрало всего 1,1 миллиона просмотров. По-моему, на самом деле видео довольно смешное. Здесь Влад и его друг Стас очень застенчивы и такие молодые. Эх, были времена. Сам Бумага подписал это видео так. Безбашенное видео, в котором я со своим другом Стасом играем в игру «Камень, ножницы, бумага» и тот, кто проиграл, получает от победителя яйцо. Получилось очень интересно и смешно. Вы можете подумать, что это самый старый ролик на канале, поэтому на нем так мало просмотров. Но это не так. Друг фанаты А4 знают, что самое старое видео – это… Ааа, нет. Давай лучше вы напишите название в комментариях. Есть тут такие, кто знает. И кто будет первым, получит лайк от самого Влада А4. Так вот, на самом первом видео просмотров намного больше, а именно 13 миллионов. Поэтому мы можем точно сказать, что худший ролик – это «Яичный челлендж». Также я хочу вам рассказать о худшей песне на канале Влада А4. Это песня про осень. Хм, кто-то из вас ее помнит? Тогда обязательно напишите об этом в комментариях, а я их все обязательно прочту. Эта песня набрала всего 2,7 миллиона просмотров. Но тут есть небольшая загвоздка. Эту песню могли больше раз прослушивать на музыкальных площадках. Поэтому, возможно, реальное число прослушиваний намного больше. Интересный факт об этой песне. Создателем песни указан Разниченко Александр Русланович. Он же является продюсером Тимы Белорусских, другого минского певца. А еще вы знаете, какое худшее видео связано с Серегой на канале А4? А я знаю ответ, но могу дать вам возможность угадать. Пишите свои догадки в комментарии. И тем, кто угадает, я обязательно поставлю лайк. Ролик 24 часа в Хаммере, где Серега стал оператором, набрал почти 10 миллионов за 3 месяца. А это довольно мало. Вот такой вот получился топ-3 худших видео от А4. А какое видео А4 вы считаете лучшим, а какое худшим? Напиши свой ответ в комментарии. А если понравится ролик, то обязательно ставьте лайк. А еще подписывайтесь на мой Телеграм и Твич. Там много крутой инфы, викторины и много общения. Пока-пока.